Всем привет! Сегодня я покажу вам Family Zone Selectum Luxury. Итак, мы начинаем. Вот это, можно сказать, вход со стороны территории отеля. Вход в Family Zone Selectum Luxury Resort. Вот здесь построены в прошлом сезоне вот такие вот двухэтажные домики. Здесь теннисный корт или волейбольная площадка. Горки. Поставлены вот такие жирафы. Собачки кругом. Белые шары – это светильники. Вечерами и ночью очень красиво освещают. Кругом высажены деревья, кустарники. Такое мнение – американский городок. Выполненный в детском стиле. Качельки кругом. Фигуры жирафов. Красные будки. Вот такие диванчики стоят. Не просто лавки, а именно диваны. Столики. Красиво все сделано. Вот такие горки сделаны со второго этажа. На первом этаже отдельный номер, и на втором этаже отдельный номер. Хотя, может быть, есть домики, в которых номер занимает оба этажа. Тут я точно не знаю. Красивые фигурки далматинцев. Клумбы, гамаки, качели, горки. И вот мы выходим к бассейну. Центральный бассейн фэмили-зоны. Очень большого размера. Его глубина 140 сантиметров. Кстати, за забором строится новый комплекс от Selectum. Пока точно неизвестно, объединятся они или нет. Но, скорее всего, что в следующем году этот комплекс откроется. Я думаю, что, скорее всего, наверное, объединят. Сделают единую территорию. Вот бар с напитками. Вот такой вот огромный бассейн. С переходами, с мостиками. Все очень красиво сделано. Ходят спасатели. А это отдельный ресторан для фэмили-зоны. С красивым интерьером. Сейчас я пройду, покажу вам его. Итак, мы заходим в ресторан фэмили-зоны. Красивые ворота, оформленные в стиле Симпсонов. Вот он разъем. Разноцветные стульчики. Так, вот мы непосредственно в самом ресторане. Так он выглядит. Такие зоны. Здесь иное расположение. Стоят фреши. Из стеклы и огурца. Вот такая вот горка. Со второго этажа спускается в детскую, в детский сухой бассейн. Для взрослых здесь стойка с вином. Итак, ассортимент этого ресторана. Бургманин. Также различные сыры. Колбаса. Соусы, варень, омарки, яйца, блинчики. Оладьи. Вот такие иконы. Закуски, мясо, рыба. Оливки, масла. Хороший выбор. Здесь у нас манная каша на молоке. Овсянка с молоком. Гречка на воде. Омлет. Пиццы. Пиде. Традиционный турецкий пирог. Овощи. Здесь какой-то продукт, где мы с перепелемным яйцом. Картофель. Яйца 10 минут, яйца 5 минут. Варень. Видите, что? Хлеб. Фруктовые десертики. А чего осталось? А вот в таких тарелочках фруктовый десерт вместе с распаренной овсянкой. По крайней мере, мне так показалось по вкусу. Здесь у нас вареные овощи. Вареная курица. Выпечка различная. Такое оформление в витрины. Булочки, выпечка. Сепарик и суп. Вот так вот красиво оформлено все. Смайл, эйд, лаунж, таут. Лаунж. Лаунж. Здесь, видимо, некий бар. Фрэш, чуз. Ну, сейчас он, видимо, не работает с утра. Я снимаю утром. Местного времени 9 часов утра. Эспрессо, американо, латте, капучино. Холодный чай. Да, в общем, здесь кофе, чай. Здесь у нас различные... Так, это у нас Субер Берек. Различная випечка турецкая. Здесь детское питание хип. Молочко. Шоколадное молоко. Кефирчики вот эти турецкие. Очень вкусные. Нам очень нравится. Йогурты. Абрикосы, сливы, мушмула, бананы. Нектарины, груши, гранат, яблоки, клубника, апельсины, киви. Ананасы чищенные. Очень хорошо. Арбузы, апельсины, грейпфрут, дынька. Витрины выполнены в оригинальном стиле. Американские кипятки, как правильно их назвать. Патисерия, паста, чикен, пицца. Красиво сделано. Вот такой вот детский сухой бассейн. Компания с горкой. Со второго этажа. Красиво оформленный интерьер. Для тех, кто боится пополнять на столь обильном питании, сделаны вот такие вот велосипеды. Кресло, сиденье, велосипеды. Сидишь, ешь. Вот столик. Сюда ставишь еду. Кушаешь. И крутишь педали. Все очень хорошо. Здесь у нас различные джемы, видимо, в баночках. И здесь различные джемы, варенье. Выглядит очень аппетитно. Мед в соток. Соус и зелень. Выглядит очень-очень аппетитно. Колбасы, сукжук. Вот какие ветчины. Да. Выбор достойный. Здесь местная випечка, тост. Самородок. Не знаю, что это такое. Турецкий сукжук. Сосиски. Мясная, видимо, какая-то часть. Селектума детского ресторана. Так. Здесь мы выходим к фенолизоне, где расположен аквапарк «Большой взрослый». Вот он виднеется за деревьями. И детский мини-клуб, театр. Сейчас мы туда подойдем. Кругом все в соснах. Изумительный аромат соснового бора. Жирафики кругом стоят. Шезлонги. И так мы выходим. Горки здесь достаточно очень даже высокие. Вот это непосредственно аквапарк для детишек. Сейчас приду. Здесь у нас такие вот качельки различные. Оливковые деревья. Банановые пальмы. И вот мы заходим в театр. Где вечерами проходят выступления. Вот на такой вот сцене. Выступает тут достаточно много аниматоров. устраивают довольно-таки живописные спектакли. Сейчас мы подходим ко входу в аквапарк. Детский городок. Аквапарк. В детской зоне расположены вот такие теплицы. фруктовые там, видимо, деревья. Дегитабельс. Это, видимо, различная травка. Флауэрс цветы. Папис Ворлд. От 3 до 12 лет. Велком. Заходим в Папис Ворлд. Мир щенков. Вот такие вот тут красивые растут. Вот такой вот здесь аквапарк для деток. Это именно детский аквапарк. Глубина этого бассейна 25 сантиметра. День winds. Это безусловно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие вот плюшки берут надувные, двухместные и там лежат одноместные. Вот они тоже... Спасатели... Утк... Все хорошо... Вот такие вот горочки... Горки достаточно крутые. Адреналину, думаю, на них получаешь немало. Стоят холодильники с водой. Здесь пока закрыто, но там тоже напитки, вода. Красивая растительность кругом, цветы. Так, и вот по красной дорожке мы идем к взрослому аквапарку. Так, он еще пока закрыт. Взрослый аквапарк пока не работает. Но высота его впечатляет. Посчитаем, сколько здесь этажей. Нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый. То есть, пятиэтажный дом, если мы считаем, что вот это нулевой этаж. Аквапарк, конечно же, шикарный. Не в каждом отеле такие аквапарки. Допустим, рядом с Селектумом находится отель Регнам Карай. В нем аквапарк гораздо скромнее. Да и вообще детская зона там скромнее сделана, чем здесь. Макс Роял Белек, также аквапарк. Гораздо проще и скромнее по детской зоне. Вообще у меня сложилось впечатление, что если сравнивать отели по Белеку, то Селектум по цене-качеству, на мой взгляд, опережает Регнам Карай и Макс Роял Белек. Те стоят в полтора-два раза дороже Селектума. Но их, так сказать, насыщение этих отелей слабее, чем здесь. Их плюсы только в том, что там более крупные номера по площади. Площадь номеров больше, чем в Селектуме. Начинаем смотреть от стандартов. Здесь стандарты по 60 квадратов. Там стандарты квадратов 80-100 идут. Продолжение следует...